всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 значит на обзоре у нас сегодня будет крас 6510 он же 6444 все зависит от того какие аддоны вы поставите 6510 краса это у нас думаю всем известный самосвал да и плюс ко всему 6444 это у нас я так предполагаю тягач да то есть благодаря аддонам у нас этот грузовик преобразится и станет тягачом одели самосвал будет 6510 одели грубо говоря сцепку прицепили полуприцеп будет тягач вот ну короче принципе на ход событий по большему счету никак не влияет но тем не менее автор решил индекс уточнить вот значит из описания хотя подождите давайте перед описанием расскажу вообще что почем этот красный час участвует в акции стартап вот для того чтобы стать участником в этой акции вам нужно зайти в мою группу и собственно говоря закинуть деньги для того чтобы этот мод стал общедоступным автор оценил данный мод в 2000 рублей то есть стартап уже идет хоть и обзора еще нет но деньги уже люди кидают так что не проходите мимо если вам действительно модель понравится вы захотите чтобы этот мод был в общем доступе можете закинуть и таким образом оценить работу автора вот и таким бы плюс ко всему мало того что вы оцените так еще потом в дальнейшем будете кататься на этом автомобиле на прохождение тех или иных карт автомобиль хоть ребята не полноприводный достаточно очень проходимый сейчас это вам все продемонстрирую прибегну к описанию значит шасси автомобиля краза 6510 также может исполняться как шасси автомобиля краж 6444 но я об этом уже рассказал вот имеет всем своих аддон всех дефолтных два вида колес вид из кабины свои грузы различной анимации моде использовались материалы от пове максима пионер романа сын чека он же ронни дмитрий романенко редко юрия еремчика байпра и леон киллер огромные благодарности всем тем кто помогал создание мода рекомендуется использовать спинтар с плюс что в незначительной степени изменяет сцепление сцепление колес и хоть как-то способствует преодолению трудных участков то есть все таки это неполноприводный автомобиль ну а автором данного мода у нас является чехрак я думаю всеми известный вододел хоть его моды не часто публикуются в общем доступе но тем не менее я имел честь обкатывать их вот но еще также завтра измей известен как змей горым еще я думаю также под этим ником он более известен на просторах по крайней мере контакта вот ну что ж давайте наверное приступим непосредственно к самой модели по внешности у меня ребят нареканий нет на самом деле очень хорошие текстуры классно детализированная модель присутствует бит из кабины с анимацией руля давайте заведем машину звук двигателя дефолтного 255 255 кразом как мне кажется очень даже под стать этому автомобилю значит еще прибегну немножечко к внешности по моему у нас здесь анимированные балансиры давайте это с вами проверим на на автодроме телепорт нём ся на автодром и проверим работу способность балансиров ну что подвеска работает прыгает это как бы уже и так заметно балансиры уже вижу что работают они рабочие ребят на самом деле а и уперлись уперлись мы здесь не хочет неполноприводному автомобилю вообще и либо с легкостью проехать на самом деле не просто балансиры реально рабочие все опять забуксовали да неполный привод дает о себе знать но это как будут на таких неровностях может быть и тяжеловато но в грязи на самом деле он будет очень хорош давайте обратно вернемся на локацию так скажем старта обзора да и посмотрим что у нас к чему допустим вот по свету при включении ночи значит ничего у нас а хотя нет вот светятся габаритики на бампере сзади у нас свет не предусмотрен приобретается он за счет установленных аддонов клаксон от грузовика при включении ближнего света фар в свете даль по принципу ночи не забудут не заблудишься ребят не пугайтесь текстур кстати если что у меня текстуры сейчас использованы с карты зов припяти мне картотейку это очень понравилось сегодня ждем стрим правда когда вы этот обзор смотреть будете может уже будет твой ну ладно это не принципиально значит теперь мы с вами смотрим по аддонам первым делом у нас устанавливается знак автопоезд визуально ребята это у нас приобретаются огни автопоезда на крыше вот они они эти наши огоньки также мы можем с вами установить сцепку написано сцепка на самом деле вроде как дефолтный кажется да по факту это у нас приобретается вот такое свое седло запаска под стать тем колесам на которых мы сейчас с вами находимся по функционалу 165 литров 150 ремонтных очков плюс ко всему мы можем с вами прицепить полуприцеп платформа полуприцеп платформа также имеет функционал 50 литров 200 ремонтных очков и соответственно перемещаемся с вами на локацию лесоповала для проверки погрузки автомобиля в режиме симулятор и ну естественно в аркаде до окону будет все грузится значит грузимся а-ля имитация аркады а-ля имитация аркады вот такой ребят у нас здесь вагон грузится аж на 6 очков погрузки вот при скидывании данного груза нас выпадает два длинных бревна в режиме симулятор уже само собой мы с вами уже увидели что грузится хорошо скидываем с вами данный полуприцеп скидываем с вами сцепку далее у нас с вами ставится самосвал а нет вру еще полуприцеп цистерна маячки надо поставить сцепку надо поставить и только потом можем поставить с вами вот такой полуприцеп полуприцеп цистерна кстати по функционалу она имеет у нас 4000 литров топлива что очень в принципе функционально при прохождении тех или иных карт при клипке поставили такой полуприцеп цистерна где-то на карте и заправляйся заправляйся. Для сравнения, дефолтный полуприцеп цистерны имеет у нас всего 3200 литров. Скидываем с вами полуприцеп, скидываем сцепку. Теперь у нас появляется возможность установки самосвала. Самосвал у нас грузится с двумя грузами. Первый груз это у нас каток. Вот такой вот свой груз, красивый груз. Смотрите, стопор. Даже здесь какой-то под колесо ставится. Прикольно. Детализация обалденнейшая, ребят. При скидывании данного груза у нас выпадает 6 коротких бревен. Опять же, в симуляторе грузится без каких-либо проблем. Также, два груза. Два груза, ребят, у нас грузится в самосвал. Повторно устанавливаем его и, соответственно, грузимся. И вот такие вот грузятся бетонные блоки. Опять же, они нам дают 3 очка погрузки. В принципе, при погрузке видно, что автомобиль сильно проседает. Соответственно, вес у них действительно большой. То есть, соответствует 3 очкам, а не 2 очкам, да, к примеру. Присутствует также 4 точки зацепа на самом самосвале. Очень удобно будет, если вы, например, где-то опрокинулись, либо наклинились. Цепились за дерево именно тем самым местом на этом самосвале, где вам требуется. И потянули аккуратненько. При скидывании груза выпадает 2 средних бревна. В симуляторе грузится также все хорошо. Так, дальше. Маячок. Маячок, ребят, кстати, я его ставил, но особо не придал к нему значения. Маячок здесь не дефолтный, где маячок здесь у нас свой, смотрится очень красивенько. Так, скидываем с вами маячок. Далее у нас идет трал ЧМЗАП8398. По функционалу у нас имеет 100 ремонтных очков и 100 литров. И, соответственно, он не так просто, ребят, он еще и способен у нас грузиться. Для этого трала у нас есть собственный груз в виде вот такого вот катка. 5 очков погрузки дает нам этот каток в соотношении с самосвалом, к примеру, да? Ой, не то поставил. В соотношении с самосвалом плюс 3 очка погрузки здесь. 2 катка загрузили и вы везете 8 очков, как вам, для неполного привода. По-моему, даже очень ничего. Особенно для любителей заполнить пилораму одной ходкой. Скидываем с вами этот тральчик. Скидываем, скидываем самосвальчик. И, соответственно, дальше смотрим, что у нас имеется. Так, седло проверяли. Дальше у нас идет, ребят, по дефолту, автономная платформа, на 2 очка погрузки. Скидываем груз, 4 коротких привзна. В режиме симулятора погрузитесь без проблем. Полуприцеп цистерны, то, собственно говоря, о чем я говорил, сцепка нам не требуется при, так скажем, установке данного полуприцепа. Также полупортовой прицеп смотрим на проверку, то есть проверяем то, как он будет грузиться. При скидывании груза все прекрасно и замечательно. Так, полуприцеп, фургон, тележка, фургон, бортовой полуприцеп и, собственно говоря, сервисная телега. Плюс ко всему присутствует второй комплект колес, более агрессивный, так скажем, для преодоления какой-то харкорной грязи. Вот такие вот колеса с более агрессивным протектором. Этот комплект колес мы как раз таки с вами оставим, потому что будем бороздить грязь. Установим самосвал и погрузимся, ну давайте погрузимся бетонными вот этими блоками и отправимся на грязевые дороги. Я думаю, самый актуальный тест для этого автомобиля это будут именно грязевые дороги, потому что все-таки многих будет волновать то, как он поедет в грязи. А я вас сейчас наперед заверю в том, что в грязи он поедет очень хорошо, вот, хоть и неполноприводный. Так что не скидывайте его со счетов, потому что видел уже комментарий, что да и он неполноприводный, т.д. и т.п. Ребят, а зря. Зря на самом деле вы так думаете, что неполноприводный автомобиль не способен передвигаться по грязи уверенно. Да, он едет, конечно же, едет не так, как хотелось бы, да, может быть, кому-то. Особенно хотелось бы тем людям, которые ездят на каких-то там перекрученных читерских модах. Вот, но в целом для неполнопривода автомобиль вблизи себя ведет очень адекватно и очень проходимо. Более того, я здесь уже ездил. Видно даже мою колею. Вот она, эта колея, ту, которую я оставил здесь изначально. Тестировал я этот мод вдоль и поперек, также катался по карте Зов Припяти. Текстурки, еще раз напоминаю, именно оттуда. Ну, подстать, да, я думаю, о атмосфере за окном. Сейчас у нас осень, здесь тоже такая пожелтевшая травка, все дела. Прикольненько смотрится. И лайтовую грязь мы с вами проехали. Давайте нырнем в хардкорную на второй передачу. Посмотрим, насколько бодро этот автомобиль поведет себя в хардкорной грязи. О, засели. Засели, ребят. Включим пониженную. Вот так вот. Вот, на пониженной передаче уже поехал. Многие автомобили с неполноприводной колесной формулы здесь застревают. Ну, а если проезжают, то с большим трудом. Этот крайзик, ребят, не исключение. Соответственно, тоже будем пытаться и пробиваться до последнего. Задний ход. Попробуем взять немножечко в сторонку. Еще раз повторюсь, этот автомобиль я уже тестировал. Я проехал эту грязь. Какого хрена он сейчас не едет? Я не знаю. Давайте поможем. Будем поворачивать колеса. Глядишь, нам от этого станет только легче. Обалдеть. Что ж я там так накопал-то? Ну, в принципе, немножко вперед проехали, но как-то маловато. Что хочу? Офигеть. Что-то мы застряли. Я здесь буквально, знаете, вот только что проезжал перед обзором, я здесь пролетел, можно сказать, со свистом практически. Ну, и со свистом на первой передаче, ну, по крайней мере, как-то так бодренько. Сейчас же едет как-то туговато. Ну, наверное, вот видно, да, вот мою колею, где я здесь проезжал. Наверное, вот в этом месте просто, может, грязь как-то поглубже фиг его знает. Вполне возможно. Полигон делал не я, делал псих-19 рус, поэтому ему виднее. Что здесь он и где, так скажем, нахаркорил, а где не дохаркорил, трудно сказать, где экструдос глубже, где мельче. Так, давайте нырять с вами в очередную грязюку. Едем на прямке, пытаемся проехать как можно лучше, как можно быстрее. Стартап уже идет, я стараюсь записать обзор как можно быстрее, собственно говоря, ознакомить всех с этим модом, потому что люди уже деньги кидают, а по большему счету вообще не знают за что. Да, ориентируются только на скриншоты, выложил, по-моему, порядка пяти скринов, ну, так скажем, самые актуальные аддоны нацепился, заскринил и опубликовал стартап. Стартовал стартап с этими скринами. Вот, ну, видите, ребят, что, в принципе, даже в хардкорной грязи он может, способен проехать самостоятельно. И плюс ко всему не с двумя очками погрузка, как чаще всего бывает, а с тремя очками. Ух ты, смотрите, там камера, он болтается, анимированная камера. Классно смотрится, очень красиво, прям вообще шикардосно, я бы даже так сказал бы. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть, да, ну, меньше половины, ну, как бы там, 1,4, наверное, этой хардкорной грязи, мы, собственно говоря, будем с вами в дамках. Едем мы сейчас по старой колее, тем самым нам становится ехать здесь еще сложнее. Вот вы именно по этому месту я проезжал в предыдущий раз. Ну, едет и слава богу, потому что очень хочется доехать до конца и тем самым поднять в ваших глазах этот автомобиль, потому что многие, я больше чем уверен, ссылаются на то, что у него 6 на 4 колесная формула, он никуда не поедет. Нифига подобного. Проехали мы, ребят, с вами хардкорную грязь. Следующий тест я хотел бы провести на полосе разгона. Перемещаемся с вами, опять же, на локацию гаража, то, собственно говоря, откуда мы с вами начали, скидываем с вами все аддоны, ставим, ставим стандартную резину и, как говорится, газ в пол и вперед по прямой асфальтированной дороге, тестирую то, насколько он будет быстрый. Сразу врубаю пятую передачу, пятиступенчатая коробка передач, ограничение по урону 600 очков и всего-навсего, ребят, 165 литров топлива. Этого топлива мне хватило для того, чтобы полностью обкатать карту Зов в Припяти. Я думаю, многие видели, какая там дорога, да, что не так все там просто, но, тем не менее, этот кразик там везде проехал ко всем точкам разведки. То есть, действительно, проходимость у него очень хорошая. Правда, это вполне возможно преимущественно, что это заслуга Springtire S+. У кого Springtire S+, не будет стоять, но будет установлен данный мод, возможно, вам будет ехать несколько сложнее. Возможно, но ненамного, потому что, в принципе, в описании был акцент на то, то, что незначительно улучшена проходимость благодаря Springtire S+. То есть, не то, что прямо вот, типа, без SP+, вы никуда не поедете, да, а с SP+, вы прям будете король, мне это бездорожье. Незначительно улучшена проходимость. Вот, ладно, что-то много болтаем, а скорости мы с вами забываем. 37,2. Ранее я также обкатывал этот мод, он мне выдал 39 копейками. По-моему, он это уже выдавал, я просто забыл это. Ай, я дифференциал не включил. Вот, скорость пошла. Вот, 39 копейками, ну, 39 было. А вот, собственно говоря, краш-тест. Мы, кстати, не заглохли, обращаю ваше внимание. Мы еще остались с вами очень даже живые. Посмотрите. Ой, а там движок у нас, да? Клево. А, кстати, знаете что, ребят? Я забыл вам кое-что показать. Давайте я сейчас еще в 73-10 пересяду. 73-10 пересяду, посмотрим. Ух ты, 734 урона у нас 73-10 получил. Поставлю я полуприцеп, потому что мне, в принципе, автор в описании этого не указал, но я на скринах видел. Так, сейчас давайте сцепку, полуприцеп. Я думаю, вы прекрасно видите, что у нас тройная ось на полуприцепе. И как... Да, она, видите, поворотная. Задняя ось на полуприцепе, она поворотная. То есть, очень удобно будет маневрировать. Например, там, если надо куда-то заехать, там, ну, крутой поворот, да, зачастую у нас бывает как. Мы поворачиваем, а полуприцеп вот за нами не успевает, да, не вписываемся. Вот благодаря поворотной задней оси на полуприцепе, я думаю, вписываться в повороты от этого станет только гораздо комфортнее. Ну и на этом давайте мы с вами закруглимся. Огромное спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177. Данный мод вы сможете скачать после того, как стартап закончится. А стартап закончится, как только наберется 2000 рублей с помощью ваших переводов, так скажем, материальной оценки работы автора. Все, ребята, огромное спасибо за просмотр и всем пока!